В марте этого года воспитанники танцевального ансамбля «Виктория» проходили отборочный тур в городе Казань. Участие принимала группа «Дети Индиго». В её составе девочки в возрасте от 13 до 15 лет под руководством хореографа Аделина Галиакбаровой. Именно они открыли двери на закрытый грантовый всероссийский конкурс. Нам посчастливилось побывать на конкурсе культурного фонда «Алый паруса» «Кубок победителей». В нём участвовали сильнейшие коллективы России. Этот конкурс мне запомнится надолго. Мы получили столько впечатлений хороших. На Кубок победителей из Нефтекамска отправились две возрастные группы «Виктория» с разными номерами. Это девочки 10-12 лет с филиппинским танцем «Тени Клинк» и русским «На зелёной святке». А также воспитанницы 13-15 лет с постановками «Летнюю дорогою» и «Кипчакские воительницы». «Кипчакские воительницы» – очень давняя постановка. Она считается золотым фондом нашего ансамбля. Танец очень много раз передавался из группы в группу. Танец очень сложный и надо обладать высокой техникой, чтобы его исполнить. А остальные номера – где-то постановка 2021 года. Это был сильный конкурс, в котором участвовали только победители. Весь год танцевальные коллективы разных городов России проходили отборочные соревнования, а уже в Москве на всероссийском конкурсе победители региональных туров бились за главный приз. По итогам конкурса две группы ансамбля «Виктория» получили звание лауреата в первой степени. Кроме того, наши викториаты взяли специальный приз – гран-при в размере 50 тысяч рублей. Выигранный грант ребята и воспитатели ансамбля решили передать в поддержку семьям мобилизованных. У нас есть специальный приз, специальный кубок, специальный диплом, как я уже сказал, грант, который сейчас получит. Друзья, поддержите свои коллективы эмоциями. Виктория Нюхигар! Сейчас коллектив «Виктория» вернулся в привычный режим тренировок и готовится к покорению новых вершин. Впереди много конкурсов и выступлений. 3 ноября подготовительная группа «Виктория» отправится на правительственный концерт, который пройдет в конгресс-холле Уфы. Ксения Белалова, Эдуард Новиков, информационная программа «Ежедневник». Продолжение следует...